Всем привет, мои любимые подписчики! И у меня сегодня для вас уникальный урок, я думаю, что все вы уже заметили. Это укладки на каре. Вообще для меня, конечно, это очень просто, как вы поняли, сделать укладку на каре. Но, проводя обучение, я поняла, что многие стилисты, девочки просто не умеют сделать так, чтобы просто были идеально гладкие волосы. Или как сделать высокий пучок из каре. То есть для меня это правда, как дважды два. Надеюсь, что это 10-минутное видео вам будет очень полезно. И действительно, абсолютно простые вещи, про которые я даже не задумываюсь, могут украсить вашу жизнь и сделать ее проще. И для профессионалов, которые работают с клиентами, так и для простых девчонок, которые ежедневно делают себе укладки на каре. Начинаем! Итак, вот такие 4 укладки сегодня мы с вами будем делать. Наша модель, у нее абсолютно чистые волосы, она просто их помыла и посушила феном. Что нам нужно? Нам понадобится расческа плоская и нам понадобится утюжок. Мы расчесываем все волосы, отделяем снизу прядь, где-то 2-3 сантиметра. Берем утюг, ставим расческу и сразу же после расчески ставим утюг. И одновременно ведем расческу и утюг. Причем утюгом мы можем создавать направление. То есть волосы мы можем чуть-чуть как бы вниз опускать, либо наоборот наружу. Это если вы хотите, например, не совсем прямые волосы. Еще раз, расческа сверху над расческой, утюг. Если вы просто так будете возюкать утюгом без расчески, у вас ничего не получится. У вас будут волосы торчать в разные стороны, они не будут блестящие. Еще раз, поставил расческу, сверху утюг протянуло. Я думаю, что понятно. Вот это элементарно. Надеюсь, вот этот прием вам теперь будет очень полезен. И в конце мы соединяем вообще все волосы спереди в одну большую прядь. Также ставим расческу и ведем утюгом. Все. Вот наша укладка в этот момент практически готова. Это когда вы хотите идеально гладкие волосы. Если у вас волосы немножко жирнятся, то тогда ни в коем случае не используйте масло. Если же они у вас сухие, то перед этим вы можете еще взять масло для волос любой фирмы, буквально капельку нанести, и тогда они будут вообще идеально блестеть и светиться. В конце можно добавлять блеска, если вы хотите, но это, скажем так, по желанию. Ну вот, собственно, по большому наша укладка вот и готова. Это будет держаться весь день. Они не распушистятся. Ничего с волосами не произойдет. То есть это техника вытягивания волос. Но я надеюсь, что вы освоили этот момент, потому что иногда даже он нужен в прическах. Итак, следующая наша укладка – это вот такая вот накрутка на каре. Делается она буквально вообще 10 минут. Это максимум. Здесь нам нужно будет разделить волосы, отделить шляпную височную зону и отделить сзади прядочку толщиной 4 см. Чем крупнее прядь, тем быстрее, в общем-то, получится. После этого вы берете утюжок, ставите его вертикально полу, то есть параллельно пряди, и делаете один проворот. Концы оставляете прямыми. Перед этим можно сбрызнуть лаком, например, силуэт шварцкоп. Вот видите, кончик прямой у меня остается. Загибаю один раз и выкидываю кончик прямой. Могу чуть-чуть, даже еще дополнительно пройтись утюгом по этому кончику. Но это не принципиально. Конечно, если бы я делала такую нагрудку на длинные волосы, тогда бы нужно было делать несколько иначе. Но когда у вас укладка на коре, достаточно буквально одного вот такого вот заворотика. Раз и готово. Укладка смотрится очень стильно. Эвелина Хромченко ходит с такой укладкой. Половина вообще телеведущих на первом канале, на втором. В общем, это вот очень-очень сейчас распространенная укладка. Делается элементарно. Ну и я надеюсь, что теперь вы все знаете, как ее делать. Сделали один завороток и отпустили. Кончик очень важно, чтобы был прямой. Если я сделаю до конца кудряшку, все, уже будет не стильно, уже будет, даже я бы сказала, по-деревенски. То есть вот так уже не модно, когда кудря идет до конца. Ну, другое дело, можно делать разные, конечно же, кудри. Но вот когда полностью кудряшка, там нужно еще дорабатывать. Поэтому кончик нужно в коротких волосах оставлять прямой. Опять же, если вы хотите создать именно стильный образ, тогда мы действуем следующим образом. А со второй стороны делаем то же самое. Сам еще важный очень момент, когда вы работаете в области челки, вы должны прядь тянуть на лицо. Чтобы у вас получился вот этот вот угол под 45 градусов в районе лба. Дальше вы берете гребень. Если гребня нет, можно просто взять ручками и всю вот эту вот форму растребушить. Можно добавить немножко лака, совсем немножечко. Вот я сейчас, собственно, это и делаю. Поднимаю наверх и прорабатываю лаком. Все, укладка у вас готова. Сразу же скажу, заранее вытягивать утюгом не нужно. Просто поскольку сегодня я вам показываю такой урок, поэтому я вытянула. Но можно было бы сразу же делать эту накрутку и на абсолютно обычные волосы, которые только что помыли. Вот такой очень стильный получается образ. Так можно пойти и в школу, и на вечеринку, и в институт, вообще куда угодно. И, собственно, парикмахер может всегда добавить такую вот изюминку, да, вот подстригли вы коре, а потом взяли и вот так уложили волосы. Поверьте, ваш клиент будет очень доволен, оставит вам чаевые и придет к вам еще и еще. Клиентам всегда нужно давать чуть больше, чем они просят. Следующая наша прическа – это вот такой высокий пучок. Но это просто очень элементарно, особенно, конечно, если у вас есть основа. Вы берете все-все волосы затылочной зоны и часть шляпной. Важно в этот момент смотреть в зеркало, чтобы у вас красивая была форма. И вот таким вот образом поднимаете. После этого берете всего лишь резинку, ну, я вот на два раза закрутила, и раскладываете по кругу вот эту вот форму, чтобы красиво она легла. Нужно взять еще парочку буквально невидимок и прям к основанию подкрепить, чтобы она у вас не разваливалась. Ну, буквально 2-3 невидимки. Если у вас форма длиннее, длиннее волос, тогда можно, ну, чуть больше. Дальше переходим на оформление височных зон. Тут всю височную зону вы берете в руку и подтягиваете вот к этой резиночке. И там внутри одной невидимкой фиксируете. По большому счету пучок готов. Но посмотрите, как он круто смотрится. То есть, если вы пришли вот так вот на вечеринку, ну, я думаю, что вы будете просто королевой. Да, то есть, очень просто. Это 5 минут. Можно сделать 2 прически. Сначала сделать высокие, потом распустить у вас будет каре накрученное. В общем, надеюсь, что тоже вот этот вот лайфхак от меня вам принесет много пользы. И вы будете в своей жизни это использовать. Ну, и еще на закусочку очень такой вот стебный вариант. Вот такие 2 классных пучка. Конечно, важно, чтобы были волосы немножко подкручены. Потому что, если они будут прямые, то они у вас в такие, ну, прикольные кудряшки сверху не лягут. Будет немножко по-другому. Поэтому чуть-чуть завиток нужен. Мы берем опять резинку. И один хвостик закручиваем вот в такую вот резинку. Причем важный момент. Я завернула весь хвост в резинку. Потом что я делаю? Заворачиваю в жгут не очень плотный. И обкручиваю вокруг. После этого вытягиваю несколько волосинок. Причем, чем более пушистый, вот такой вот небрежный у вас будет, тем лучше. То есть, он у вас не должен быть идеально ровный. Второй хвостик делаю то же самое. Закрутила и невидимочкой подколола. Но вот мне кажется, так лысовато смотрится. Поэтому я достаю еще на лицо немножечко прядок. Тут можно челочку какую-то вытащить. Вот эти лобные впадины, залысинки, так я называю у людей, я всегда их закрываю. И тогда намного интереснее смотрится уже в целом прическа. Я тоже считаю, что так можно пойти вообще куда угодно. Очень такой стильный вариант. Сейчас многие блогеры ходят с такой прической. Ну, конечно, молоденькие. Я вот, если честно, себя не представляю с такой прической. Мне кажется, что все-таки это для более молодых девчонок подходит, чем для взрослых. Ну, хотя, почему бы и нет. Начинаю доделывать текстуру, да, то есть я прям растягиваю вот эти вот хвостики. Беру немножечко лака и пшику. Чем вы полнее, запомните вот этот вот закон, тем больше должны быть хвостики. Если вы очень худенькая, то вот эти шарики могут быть маленькие. Если вы полненькая, у вас есть щечки, то тогда нужно побольше вытягивать, чтобы сгармонизировать лицо. Если сделать вообще большие шары, то поверьте мне, вы на фоне них будете супер худая. В общем, чем больше прическа, тем стройнее вы. Один шарик можно сделать выше, второй можно сделать ниже, как сделала я. Но вы можете сделать на одном уровне. Я люблю немножко, чтобы вот была такая игра. И вот эти короткие волосы на затылке я просто подтягиваю к вот этим хвостикам и подкалываю невидимкой. То есть они, конечно же, у меня не ушли в эти хвостики. Ну вот, наша шальная прическа готова. Ну, мне кажется, можно и на берег моря с такой прической, и на дискотеку. Да просто на каждый день, когда у вас есть время и настроение. Подходит к любому стилю, да. Сюда и джинсы будут красивые, и майка, так и пиджак. Очень универсальная прическа. Нравится мне, часто ее использую, когда, например, делаю образ только с макияжем. И мне нужно сделать какой-то очень-очень быстрый, но эффектный образ. Ну что, понятно? Просто мне кажется, что элементарно. Жду в комментариях вопросов, вдруг вам что-то непонятно. Либо, если есть такие же похожие, возможно, для меня элементарные вещи, пишите в комментариях, и я сделаю специально для вас еще такие же уроки. А сейчас я нахожусь в своей московской школе, и у нас отработка у группы свадебный стилист. Мы сейчас будем отрабатывать прически и макияж. Вот они все. Вон на сцену, там Тата Казанова. Ну все, я всех вас обнимаю, целую. Очень сильно люблю. И жду в комментариях ваши вопросики, чтобы снять еще одно очень интересное видео. Ваша, Анна Комарова. Спасибо.